На насосно-фильтровальной станции предприятия Тепловодоканал прошли тактико-специальные учения со службами города по локализации и ликвидации аварийной ситуации с выбросом хлора. Тепловодоканал – это предприятие города, которое использует в технологическом процессе жидкий хлор. Цель данных учений заключается в совершенствовании практических навыков должностных лиц в организации применения сил и средств и в управлении ими при ликвидации чрезвычайной ситуации. Достижение слаженности в работе органов управления при решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На фоне созданной сложной обстановки на территории городского округа город Буй планировалось отработать вопросы управления мероприятиями по оповещению и сбору комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности, приведению в готовность сил и средств аварийно-спасательных формирований и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации вызванной аварии на насосной фильтровальной станции предприятия Тепловодоканал. По легенде учений, на станции в результате свища произошла разгерметизация контейнера с выбросом жидкого хлора и образовалось облако со значительным выходом за пределы помещения. В результате движения облака хлора пострадал один человек. В ситуации присвоен третий класс опасности. Задача, стоящая перед персоналом объекта, локализовать и ликвидировать аварию согласно всем действующим нормам и правилам. В комиссию вошли представители администрации городского округа город Буй, пожарно-спасательной части номер 53, межмуниципального отдела МВД России Буйский, Буйской центральной районной больницы и предприятия Тепловодоканал. Все подразделения, задействованные в учебной тревоге, сработали слаженно и строго по инструкции. Взаимодействие сотрудников Тепловодоканала с МЧС и скорой помощью позволило справиться с опасной ситуацией в минимальные сроки. С момента утечки хлора до отбоя тревоги прошло 60 минут. Учения прошли на должном уровне. Мы уже такие учения проводим не первый раз. Ежегодно чередуемся, проводим учения на всех потенциальных опасных объектах. То ли будут на физзаводе, разных предприятиях, то ли на частных сооружениях, водозаборе. Сегодня проводили на водозаборе. Показали, как действовать. Разработали другой сценарий. Уже у нас пораженный человек, который получил отравление хлором на пути облака, находился уже на первом подъеме. То есть не как раньше мы на самой НФС. Посмотрели, как действуют службы, как они работают в средствах защиты, как они преодолевают зону заражения, как подается водяная завеса для того, чтобы погасить облако хлора. То есть все это проверили. Есть небольшие недочеты, которые потом будем уже подведем итоги. В конце сегодняшнего дня разберем, укажем недостатки. И я думаю, к следующим учениям уже подойдем более безданных недочетов. Как службы сработали? Ну службы у нас сработали. У нас есть система оповещения. Все службы различные ЧАЭС. Если вы поняли, на любые ЧАЭС у нас выезжают все необходимые службы. То есть в данном случае у нас сигнал поступил по системе 112 и ДДС. Сработала система оповещения. Были вызваны все службы по тревоге. Сигнал позвучал. Это авария на частных сооружениях утечка хлора. На водозаборе утечка хлора. Службы все поступили дежурным этих служб. Они, бригады, выехали. Время прибытия от суда от 4 до 7 минут. Это, я думаю, достаточно. Если учитывать то, что водозабор находится в 2 километрах от жилого сектора. По жилому сектору они приезжали. То есть в любом случае мы преследовали здесь цель. Была дана команда спецслужбам включить проблесковые маячки сирены. Для того, чтобы посмотреть, как другие автомобили уступают дорогу службам, как работают. Ведь правда бывает, что не уступают. Это теряется другоценные секунды, минуты. И службы не могут прибыть в положенное время, в положенный объект. В данном вопросе я попросил всю службу включить проблесковые маячки сирены. Но если кто-то не будет уступать, подать мне номер на автомобиле, чтобы я потом с товарищем провел профилитическую беседу. В вопросах разъяснить, что от секунды зависит уже человеческая жизнь. А так, еще раз скажу, службы свободы прекрасно, грамотно. Будем работать дальше. Стоит отметить, что персонал объекта в обязательном порядке проходит необходимое обучение работе с опасными веществами. Регулярно проводятся внутренние тренировки. Насосно-фильтровальная станция обеспечивает город водой. Здесь происходит очистка воды и ее обеззараживание, хлорирование. К сожалению, до сих пор мы используем жидкий хлор, пока не удается уйти на более продвинутые технологии. Поэтому жидкий хлор является опасным объектом хлораторный. Сегодня мы провели учение, сымитировали утечку хлора на хлораторную. Вообще ситуация достаточно опасная. То есть при утечке хлора возможны негативные явления вплоть до летальных исходов отравления граждан. Поэтому сегодня провели учения. Мы эти проводим традиционно. Традиционно отработали все моменты взаимодействия со спецслужбами. Ну и, в общем-то, посмотрели на НФС те материалы, инструменты, которые должны служить более, так скажем, оперативно устранению таких аварий. В общем, на насосно-фильтровальной станции все оказалось в порядке. Люди справились успешно. И работники НФС, и представители спасательных служб. Поэтому считаю, что можно этим учением поставить твердую оценку 4. Есть, конечно, некоторые недочеты, которые мы... Не то, что недочеты, а то, что раньше, наверное, не замечалось. Необходимо установить гидрант на входе в насосно-фильтровальную станцию, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды. Ну и там есть еще мелкие моменты, которые мы обязательно отработаем. То есть, в любом случае, любые учения, они дают нам определенный опыт и выявляют те моменты, которые, в общем-то, могут послужить каким-то негативным фактором при реальной возникновении аварий.